Лично для себя я вынес, что все-таки сложно найти у нас правду в судах. Опять же, все как было, так и остается. Соответственно, ранее, которое в прошлом суде заседания было заявлено на ходатайство о прекращении уголовного преследования. Соответственно, после продолжительного времени было вводительно постановлено. Суд, совещаясь на месте, опять же отказал удовлетворение данного ходатайства. Мотивирует тем, что сторона обвинения, что это преждевременно. Но, опять же, исходя из практики и вообще, что любое данное ходатайство, оно может быть заявлено на любой стадии. И поэтому мы изучили доказательства стороны обвинения. Мы перешли, так скажем, на доказательства стороны защиты. Ну, так как, опять же, благодаря пленному верховного суда мы подумали, что зачем затягивать все это, когда можно решить здесь и сейчас. Но, как показала практика, что здесь сейчас у нас ничего не решается. Все решается в других кабинетах и в других кулуарах. То есть, соответственно, мы опять же понимаем, что закрытость судебной системы и вообще правоохранительной, она остается, есть и будет, получается. Более того, с последними внесениями, так скажем, президентом поправок, перенесения, декриминализации данного преступления в категорию административных. Но это говорит о том, что сейчас, то, что вернули прокурору дело, это говорит о том, что в ближайшее время будет принята данная поправка. То есть, я думаю, короткие сроки. И, соответственно, опять же, мы возвращаемся на стадию предварительного расследования, то есть Следственный комитет. И полагаю, что у них будет срок и время протянуть данных изменений. И, соответственно, в дальнейшем, чтобы не было реабилитации, чтобы не было оснований, так скажем, вносить какое постановление о прекращении уголовного преследования за существом состава и события преступления. То есть, скорее всего, будет сделана простая формулировка о том, что, да, действительно, уголовное дело прекращается, но усматриваются признаки административного, соответственно, будет привлечение к административной ответственности. Но в связи с тем, что с течением срокодавности привлечение к административной ответственности, также прекращается административный материал. Ну, соответственно, это уже не реабилитирующие обстоятельства. И, соответственно, получается, что правоохранители, суды, прокуратура, то есть они, получается, герои у нас. А если взять на самом деле, то для Марии ничего не меняется, она остается экстремисткой. Соответственно, все последствия, ограничения, которые у нее есть, они фактически так же и остаются. Поэтому будем все равно дальше работать над этим. И сейчас ознакомимся с данным постановлением более подробно, где вы уже тоже слышали о том, что фраза, формулировка о том, что обвинительный акт составлен с нарушениями, невозможно вынести обвинительный приговор, ну, это уже как-то маленько интересно становится. То есть, опять же, мы понимаем, какое было настроение у нас председательщего, то есть данного процесса. Более того, были фразы, в данном постановлении озвучены о том, что не имеется доказательств вины Марии, то есть перечислены они были. Опять же, возникает вопрос, а почему на дополнительное расследование? Давайте вынесем управдательный приговор. То есть, у нас обвинительный акт, это не означает, что сразу приговор. А у нас получается как раз в данной ситуации и вообще в судах, что однобокое у нас, скажем, рассмотрение дел обвинительного характера.